Давайте начнем мимолетом с новинок на YouTube аналитике, которые я буквально за 5 минут постараюсь завершить. Поехали. Небольшая преза. Что такое YouTube сегодня? И в частности Genesis YouTube Казахстан. Это уже более 200 авторов по Казахстану и Кыргызстану. Все партнеры, все телеканалы, которые с нами сотрудничают. Вам низкий поклон, вам благодарность за то, что поверили в то, что YouTube в Казахстане может развиться до такого классного уровня. И тем не менее, что несмотря на то, что по вечерам YouTube в Казахстане происходят некие блокировки, связанные с некими лицами, мы несмотря на это уже удерживаем. Казахстанский контент удерживает почти половину трафика в YouTube, а это почти 400 миллионов просмотров. Более 13 миллионов подписчиков насчитывается уже в Казахстане. Это очень клевый показатель. 35% интернет-пользователей заходят в YouTube уже ежедневно. И в целом совокупная аудитория уже достигает больше 10 миллионов человек в месяц. Тренды все те же. И как раз тот тренд, который я давно продвигал на всех семинарах, лекциях по кулинарии, он наконец-то появился в Экибастузе, в моем родном городе. Как в Экибастузе родился канал, который уже набрал больше 100 тысяч человек. Асель Алиаскаровна зовут блогера, который единственный в Казахстане на казахском сделал канал популярный в кулинарке. Давайте, она нас смотрит обязательно. Давайте поаплодируем, Асель. Айдар Муратов поприветствует блогеров, задержавшихся где-то на ивентах. Тренды остаются те же. Это музыка, это развлечение, это видео do it yourself. Do it yourself единственный блогер до сих пор остается. Это Айсулу Нуртаева, который в Астане делает прикольные видео. Профиль пользователей, в отличие от России, в Казахстане несколько иной. Это аудитория более взрослая. Если YouTube-блогеры России вынуждены, так сказать, идти на поводу аудитории вслед за тинейджером, то аудитория YouTube Казахстан более взрослая. Это костяк 25-34. А это очень большой плюс для рекламодателя. Итак, что же мы видим в новой YouTube-аналитике? Буквально 3 минуты вашего времени. Это первое и основное – это уникальные зрители. Наконец-то мы знаем охват по людям. Те люди, которые посещают ваш YouTube-канал. То есть благодаря уникальным зрителям мы знаем, сколько на канале в день и в месяц уникальных людей. Раньше мы видели только просмотры. Теперь мы знаем, что, например, вот телеканал Саспенса на YouTube нашего первого блогера-миллионника посещает в месяц 10,3 миллиона человек. Не забываем, что у него аудитория в основном из России. Сколько роликов смотрят зрители вашего канала? Это второй показатель YouTube-аналитики. Вот мы можем его уже посмотреть и увидеть. 2,2 ролика за день. И когда прайм-тайм на моем канале. Теперь мы можем это четко понимать. Когда был прирост аудитории, когда она снизилась и так далее. В аналитике в режиме онлайн мы можем посмотреть, что зрители моего канала, например, смотрели нас там с 7 до 9 вечера. И это и есть тот самый прайм-тайм. И еще один важный показатель – это охват. Что такое охват? Вообще, когда выпускает какой-либо канал или блогер видео на YouTube, то он не видел ничего. Сколько зрителей его увидело? Кто нажал на значок? Кто не нажал на значок? Это довольно было очень сложно понять. Теперь есть этот показатель. Он называется показы. Это показы именно ваших картинок, которые вы выгружаете на YouTube. И вы точно знаете, скольким людям он был показан. Вот примерно так. Скажем спасибо YouTube за столь полезные вещи. Спасибо.